Приветствую вас! Давайте будем разбираться с тем, что вы написали. Принакомил нас с парнем. Он был не по годам взрослый. Сколько вам лет, что вас привлекают парни не по годам взрослые? И отдаёте ли вы себе отчёт в том, что это значит для вас, например. Что это значит, например, для отношений с парнем, я имею ввиду, и так далее. То есть, вот этот момент, для чего вам нужен такой парень, который не по годам взрослый, он важен. Далее, узнав при первой встрече, что у него с девушкой они собираются расстаться, поверила. Так, вы смотрите, вы пишите, что парень был не по годам взрослый. Значит, из-за того, что он был не по годам взрослый, вы прямо на первой встрече поверили ему в том, что у него есть девушка, но он хочет с ней расстаться. Вопрос. Почему вы поверили ему столь безоговорочно? Вот, объективно, с чем связано то, что вы ему поверили? И как вы поняли, что он не по годам взрослый? На мой взгляд, это вот очень такие важные элементы, о которых нужно с вами разговаривать, чтобы понять всю суть того, что с вами происходит. Далее, вы пишите, спустя времени ничего не изменилось, он с ней. Сколько времени прошло? Сколько времени спустя ничего не изменилось, ну вот, как вы говорите. Почему вы все время, все это время еще с ним были? Что заставляло вас с ним быть все это время? На что вы надеялись, чего вы хотели и так далее? На мой взгляд, этот момент тоже очень важный, потому что без его понимания нельзя получить представление о том, какая у вас роль в этой позиции. Далее, значит, попал он в больницу, я так понимаю, с воспалением легких, а потом легких. Я перепугался, что я могу для него сделать и чем помочь. Почему вы перепугались из-за того, что, по сути, чужой вам человек попал в больницу? Почему вы перепугались? С чем связана вот эта вот ваша реакция? Знаете, если вы его любите, то вы уже давно поняли, что он вам не интересуется, вы уже давно поняли, что вы ему не интересны. Но у вас нету такой реакции почему-то. Далее, вы пишите, что ведь это в другом городе больница. А накануне мы переписывались, он сказал, что разузнает все, как к нему доехать, точный адрес и точный диагноз. Но не позвонил, был в интернете и даже не пришел в мое тесно, почему такой игрок. Ну, отшитов здесь может быть, на мой взгляд, конечно, несколько. И первый, пожалуй, самый вероятный, это то, что действительно мужчине вы не нужны. И его смущает в той или иной степени ваша назойливость. То есть, вот, то, как вы себя с ним позиционируете, то, как вы с ним ведете, да, то, как вы с ним взаимодействуете. И его это, скорее всего, напрягает. Ну, или совершенно точно вас, скорее всего, это обесценивает в его глазах. Второй вариант для того, что ему сейчас просто не до вас. То есть, что ему плохо, ему сейчас не до общения с вами. Вариант этот, скорее, выставлен из паса, потому что, ну, как вы сказали, он в интернете был, значит, вероятнее всего, он может обчитаться, но не хочет. То есть, ему вполне возможно настолько плохо сейчас, что не до вас. То есть, вам нужно понять, что человек в сложный для него момент вас позиционирует как, ну, как лишнего, как того, кто не сможет его понять или разделить его беду. То есть, он не воспринимает вас всерьез. Почему так? С чем связана такая позиция, можно, конечно, только гадать. В частности, например, эта позиция может быть связана с тем, что вы изначально не были для него кем-то серьезным. И весь момент заключается в том, насколько вы правильно себя позиционируете в отношениях вообще. Такой вот, на мой взгляд, очень важный момент. Ну, и, наконец, последний вариант, что у него все-таки девушка, и эта девушка сидят с ним, и он не может просто вам отвечать, потому что она рядом с ним, и он не хочет провоцировать скандалы, конфликты там и так далее. Но, хотите ли вы быть все время на втором или на третьем месте, это уже, я полагаю, вам решать. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если какие-то вопросы остались, пишите в личку, буду рад помочь. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Желаю вам всего самого доброго и удачи! Субтитры сделал DimaTorzok